Кто будет разговаривать со страной, которая неуправляема, у которого нет правительства? А если учитывать, какое состояние нашей экономики, если учитывать, что бюджет сверстан в том числе и на какие-то проекты, которые инвестируются грантами МВФ, Европейского банка, контрибуции Евросоюза, то мы понимаем, что чем раньше новый премьер-министр поедет и успокоит, и скажет, что мы готовы выполнять свои обязательства, у нас есть четкая политическая поддержка, у нас есть четкое видение перспектив, тогда, конечно, все эти деньги разблокируются, все эти программы будут работать, и тогда мы будем двигаться вперед.